Бегут все! Большой праздник спорта в минувшую субботу собрал более двух тысяч гостей и участников. Прийти к финишу первым – заветная мечта, пожалуй, каждого легкоатлета. Ивановские бегуны поддержали всероссийскую акцию «Кросснации», которую впервые за 11 лет перенесли из парка Степаново в парк 905 года. Для того, чтобы поднять престиж и других парков города Иваново, таких как парк Харенка, парк революции 5-го года, принято было решение популяризовать парк 5-го года. Здесь, кстати, мы проводили в том числе и соревнования весной по спортивному ориентированию. Всем понравилось, поэтому выбор был за парком 5-го года. Желающих преодолеть трассу оказалось немало. Организаторы предложили пробежать различные дистанции от классической 100-метровки до 4-х километрового марш-броска. Для новичка задача не из легких, а вот бывалые спортсмены бегут «Кросснации» уже не в первый раз и рассчитывают на призовые места. Пока волнуюсь, но я вообще люблю спорт, мне нравится бегать и заниматься спортом. Я, в принципе, все лето занимался, бегал, так что в этом году должно все получиться. Вырвать победу у соперника на финишной прямой не так легко, ведь «Кросс» вовсе не похож на классический забег по стадиону. В определенный момент асфальт заканчивается, начинается лесная тропинка, на которой запнуться и упасть проще простого. День спорта объединил ивановцев всех возрастов самому пожилому спортсмену 82, самым юным всего несколько лет. Для дешкалят устроили специальный семейный забег с родителями. Больше, чем спортсменов на празднике, было только болельщиков. На финише родные и друзья подбадривали бегунов. Я пришла поболеть за свой Ивановский педагогический колледж и сама поучаствовать. И участвую третий раз. Первый раз участвовала в 2010 году, второй раз в прошлом году и вот сейчас третий раз участвую. Я быстро бегаю, так считают учитель физкультуры. Ну и оказалось, что это не так-то и сложно было. Кросснация – одно из самых массовых спортивных мероприятий. По данным организаторов, в 2017-м его пробежали более полутора миллионов россиян. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.